Окей, с Сашей Крупенькиным вы знакомы. Саша немножко расскажет практически в самом конце про то, что мы сделали после недавнего выступления в Минске, посвященное развитию идеи рынка сенсоров. То, что мы там кое-что пересмотрели, он расскажет, и расскажет, как все-таки, преодолев некоторые технические сложности, которые мы увидели у людей в Минске возникли, все-таки начать продавать нам данные. Потом Матвей. Матвей, он соучредитель компании Некта, которые занимается, ну, начали заниматься, как я понимаю, это очень молодое направление для них, умные счетчики. Так как у нас про умные города, вот с умных счетчиков по факту мы и начнем обсуждение после одного короткого ролика. Тарас, это, наверное, первый, второй, третий, ну, где-то вот в первой тройке команд, представители команды, которые получили от фонда Аэролаб, после того, как мы его создали грант на то, чтобы подружить протоколы Аэра для задачи умных городов, и он дальше тоже подробнее скажет. Игорь, Игорь, это очень крутой чувак, он работает в ИТМО на том же этаже, где Саша Капитонов, он работает на бите, он угрожающе действует на студентов, они все очень-очень боятся заходить и всегда спрашивают, а можно к нему? И он расскажет о том, как тоже с протоколом Аэра Игорь и его ребята собирают кастодибот для проекта Гоудминт. И поподробнее мы обсудим на этом примере роботов для умных городов, какие у них задачи и какие проблемы. Первое, для начала, Сашу Капитонову я хочу попросить включить ролик Smart City. Я, если честно, просто зашел на YouTube и пытался найти хороший, объясняющий про умные города ролик. Если честно, они мне все очень не нравятся. Я выбрал самый, на мой взгляд, жесткий в азиатском стиле. И вы поймете, наверное, после того, как мы его посмотрим, почему. То есть это довольно противоречивый ролик. Мы не будем сладенько показывать, мы будем много показывать драмы и трагедии. Поэтому давайте посмотрим сначала на экран. Саш, включай. Сначала новый день с смарт-лайфстайом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 То есть все это позволяет сделать онлайн, то есть также высылать всю информацию сразу, допустим, на почту, на личный кабинет и так далее. Также компания Necta разработала датчики для загородных каких-то небольших домов, дач, детекторы дыма. Все это может работать на одной пальчиковой батарейке в течение около шести лет и на свободной площади, на свободном пространстве, там не занятым большим количеством строений, то есть до 15 километров позволяет собирать с одной базовой станции. А на одной батарейке, потому что вора? Да, да, именно. То есть как раз-таки суть в этой технологии, чтобы не приходилось часто обслуживать. То есть мы поставили человеку, вот, в течение шести лет он может спокойно пользоваться и не переживать о том, что, да, показания не будут там вовремя доставляться. Вот, ну, предлагаю небольшой ролик посмотреть, если есть такая возможность, который в целом расскажет коротко, но, я думаю, доступно. Каждую секунду происходят миллионы событий. Но мы в этом время научились предугадывать. Современные технологии позволяют фиксировать и управлять задачами разной сложности. Рассмотрим дачный массив на примере жизни обычной семьи. Летом мы дни напролет проводим с семьей на природе, но на снежных теплым деньгам приходят морозы, и мы вынуждены покинуть дом на длительный срок. Приходит зима, массив пустой. Отключается вода и электричество, за исключением домика сторожа, который время от времени приглядывается домами. Пока никого нет, у воров появляется отличная возможность совершенно спокойно обчистить ваш дом. А теперь рассмотрим дачный массив, где у сторожа установлена вышка радиосвязи «Некта», которая позволяет зафиксировать малейшие движения и возгорания в каждом доме, в котором установлены датчики движения и дыма. «Некта» разрабатывает умные технологии для вашей безопасности. Вы всегда получите моментальное уведомление о возможной угрозе на телефон, находясь в любой точке мира. Датчики безопасности и дыма уведомят вас и при необходимости автоматически вызовут спецслужбы с указанием точного адреса. Далее рассмотрим другой пример. Небольшое производство, где не все сотрудники выполняют добросовестно свою работу. Как правило, почти у каждой выполняемой операции есть контроль. В конкретном примере рассмотрим водителя-подгрузчика и инженера, который следит за качеством выполнения. Почти на каждой территории предприятия есть места, которые обычно называют «слепыми зонами». Попавшие в нее объекты исчезают с экранов наблюдения, и связаться с ними становится проблематично. Время идет, а один из сотрудников немного решил вздремнуть, пока его никто не видит. Тем временем на предприятии, где интегрированы технологии НЕКТА, делали он гораздо лучше. Датчики позиционирования транспорта в закрытом помещении позволяют инженерам забыть о слепых зонах, передавая точное местоположение каждого. НЕКТА позволяет контролировать и наблюдать за бизнес-процессами с помощью датчиков позиционирования в помещениях и универсального модуля, который позволяет считывать данные с ваших приборов учета. На последнее давайте рассмотрим более глобальный пример – современный город. Это огромная инфраструктура, в которой происходят сотни тысяч процессов. Рассмотрим поближе обычную многоэтажку, которую обслуживает управляющая компания, где каждую секунду дом несет убытки по коммунальным платежам. И более детально на примере квартиры, где у недобросовестного жильца установлен магнит на приборы учета воды. Личная экономия недобросовестных граждан приводит к ежемесячным убыткам и проблемам для всех. Так как у управляющей компании нет нужного инструмента, чтобы отследить недобросовестных граждан, она вынуждена перераспределять свои убытки. А вот соседний район, который оборудован технологиями НЕКТА, позволяет автоматически фиксировать показания и нарушения, а также отправлять их в личный кабинет вам и управляющей компании. Можно полностью забыть про снятие показаний вручную. Система автоматически отправит их в назначенный день. НЕКТА позволяет экономить и контролировать за счет современных умных продуктов компании. Матвей, у меня два вопроса. Начнем с более легкого. Последнее про город. Из-за недобросовестного жителя пентхауса, как я понял, на последнем этаже, у нас убытки идут. Но почему, когда мы устанавливаем НЕКТА, идут плюсиками, а не в ноль, как должно быть? Они помогают извлекать дополнительную прибыль счетчики НЕКТА для ЖКХ и подкручивать в обратную сторону? Или как? Дополнительную-то навряд ли. Просто суть в том, что показания становятся абсолютно честными и точными. В том плане, что как раз недобросовестные ТСЖ, наверное, уже не смогут что-то там подкрутить от тебя в стоимости и выставить более высокий ценник на оплату. Ну, понятно, да, просто плюсовые цифры порадовали. А второе, вот второй пример, который был рассмотрен. Здесь давай остановимся подетальнее, пожалуйста. Во-первых, может быть, все-таки это не инженеры и работники, а что-то где-то в виде шахты вы показываете где-то в Африке. Почему инженер следит за разнорабочими и не дает им перекурить или отдохнуть? Нет, только 8 часов работы, а перерыв на обед и ничего, кроме никаких перекурок. Ладно, понятно. Давай тогда вернемся к вопросу. Окей, нам теперь всем понятно более-менее, что вы делаете. Тогда скажи, какая основная, какой у вас вызов самый основной? То есть, что вы преодолеваете сейчас и понимаете, что вот это для вас важнее всего? Клиентскую базу расширить? Вас не понимают, вам мешает регуляция, слишком дорого это стоит, какой-то уровень культуры. Что? Ну, в основном, наверное, проблема в том, что народ и в целом руководители управляющих компаний каких-то не понимают, зачем это нужно, так как люди вроде и сами несут показания счетчиков, и в целом проблем нет. Ну, а статистика какая-нибудь нет, вы не собирали, сколько их недопросовестно? То есть, мы здесь циферки видели минуса, но не брали статистики. Это будет выдуманное. Нет, еще пока статистику полную не собирали, то есть, да, так, чтобы прям по уровню города ценить. Вот, ну, суть работы заключается в том, что это Некта идет как дочернее предприятие Виолон-сервис, то есть, когда новое направление разработки. Вот, компания Виолон вообще занимается трекерами, устанавливаемыми на автомобили, то есть, да, в основном какие-то крупные компании, да, транспортные там, те же там, Роснефтам и так далее. Вот, и очень крупная дилерская сеть, то есть, по всей России там порядка двухсот дилеров, получается, которые распространяют. Вот, и Некту хотим как раз предложить партнерам, да, для развития, вот, как открытие нового направления. Вот, ну, тогда уже, я думаю, попробуем собрать какую-то информацию. План использовать тех же самых дилеров, которые есть, и основная проблема, то, что вы учитесь разговаривать с представителями ЖКХ, правильно? Да. Хорошо, хорошо, давайте мы попробуем, мы так это, нам нужно держаться, ладно, давайте мы попробуем перейти тогда к следующему. Я бы хотел представить Тараса, у Тараса есть презентация, он, наверное, сам все расскажет уже. Да, я коротко постараюсь, поэтому сильно не буду задерживать. Да, и Саша Капитонов, о, все, круто, все, Тарас, те слова. Ну, как бы, в двух словах, это больше не коммерческий проект, это больше исследовательский проект. То есть, я представляю систему, которая делает автоматизированное автострахование на блокчейне с помощью АИР. Ну, обо мне, я занимаюсь блокчейн-разработкой с 2011 года, до этого у меня был период, когда я занимался немножко разработкой робототехники и немножко занимался сетевыми технологиями. Ну, очень люблю всякие peer-to-peer технологии, блокчейн это как применение peer-to-peer в финансах и обмена сообщениями. То есть, это, в принципе, наверное, самое лучшее из вещей, которые родились на базе peer-to-peer. То есть, в принципе, все, ну, основная масса проектов, которые сейчас строятся на блокчейне, это финансовые. То есть, а давайте там сделаем ICO, а давайте мы сделаем какие-нибудь там биржи или еще что-то в этом духе. Я решил попробовать сделать такую вещь, как автострахование. Вот почему. То есть, вообще, в принципе, по данным ВОЗа, в мире гибнет больше миллиона людей в автокатастрофах. И как бы, чтобы это немножко сделать более безопасным в наш мир, я решил попытаться это реализовать. То есть, вот только в Киеве, допустим, там 23 тысячи погибло в ДТП. Ну, там и так далее. То есть, в принципе, с какими проблемами страховка? Ну, в случае ДТП обычно помогает страховка. Ну, то есть, хотя бы каким-то образом компенсировать убытки, там, лечение и так далее. То есть, ну, на данный момент сейчас страховые компании сталкиваются с большим количеством фрода. То есть, как пример нашего фрода, это когда два автомобиля столкнулись, да, там спорная ситуация. То есть, обычно по страховке идет выплата более дорогому автомобилю, а более дешевому автомобилю компенсирует владелец, который более дорогого автомобиля, если смогли договориться. То есть, это один пример фрода. В европейских странах, допустим, там разбился автомобиль, его слегка косметику сделали и в то же место опять ударили. И второй раз получили выплату по страхованию. То есть, фрода очень много в страховых компаниях, и они терпят большие убытки. С другой стороны, пользователям, ну, в смысле, конечным клиентам страховой компании неудобно страховкой пользоваться. Почему? Потому что слишком длинная страховая выплата. То есть, пока дождешься этой страховой выплаты, всем круглого ада пройдешь. Поэтому наша система больше нацелена на досудебное решение страховых вещей. Ну, и второй момент, как можем сделать немножко безопаснее. То есть, ну, лихачество на дорогах, там, нарушение правил дорожного движения, да. То есть, чего жулики боятся, которые, ну, ездят с нарушениями? Они боятся публичности. То есть, YouTube, допустим, как пример того, как люди выкладывают там различные ролики с нарушениями, и уже какое-то воздействие на людей идет. Если это сделать все автоматизировано, то это будет намного лучше, и, как бы, эта вещь будет работать. То есть, ну, сталкивается страховая компания вот с такими вещами. Ну, тут много всяких анализа развития страховой индустрии. Ну, еще, кроме страховой индустрии, еще развивается очень активно блокчейн. Поэтому, естественно, мы решили совместить бизнес-процесс страховой компании с блокчейн компанией, с блокчейн, и построить весь бизнес-процесс работы страховой компании на блокчейн, и при этом прикрутить к этому делу технологии AIR, потому что они лучше всего к этому делу подходят. Сейчас я… А, ну, у нас, я вообще, в принципе, основное направление, мы занимаемся разработкой аутентификации с помощью блокчейн. То есть, вообще, мой проект – это проект Рэмми, который занимается управлением сертификатами на… Ай, что-то не клацает. Сейчас, батарейка, наверное, села. Ага. Сейчас. Ага. Так, ну, получается, одно из применений нашей технологии – это применение в автомобильной индустрии. То есть, мы это делали совместно, просто делали проект авторизации, автоентификации пользователя автомобиля, для того, чтобы он к бортовой системе мог подключаться и автомобиля. Но потом в дальнейшем этот проект имел выход на создание именно страховки с помощью блокчейн для автоиндустрии. То есть, это, получается, мы решаем проблемы, во-первых, довольно безопасной передачи данных между автомобилем и страховой компанией, второе – это подтверждение данных, то есть, прозрачных данных и автоматизированные страховые выплаты. Ну, это довольно-таки структура системы, наверное, это самый, как бы, для меня интересный слайд, потому что я больше технический специалист, и бизнесовые вещи для меня не так интересны. То есть, в принципе, система состоит из трех частей. Первая часть – это та, которая в автомобиле, то есть, там набор сенсоров, и все это чудное дело заводится с помощью ROS, потом дальше аэровского бриджа, который соединяет ROS с Ethereum блокчейном. Дальше еще два компонента системы – это брокер и эксперт. Вот. Роль брокера – это собрать данные с автомобиля, сохранить их и обработать. Обработать вот зачем нужно. Когда автомобиль едет, существует масса различной приватной информации. Ну, допустим, кто-то едет и матюкается за рульом, да? Эти вещи нужно повырезать до передачи в дальнейшем. Потому что такие приватные данные передавать незаконно, поэтому нужен какой-то фильтр, который будет это дело обрабатывать. Но, учитывая, что ROS – это такая довольно универсальная система, да, как бы я не совсем, не все мне не нравится, но, по крайней мере, из open source для робототехники – это лучшая система, из которых я видел. Поэтому мы решили все остальные части системы тоже построить на ROS. Они… то есть это не физические роботы. То есть ROS обычно применяется в физических роботах, ну, в смысле там, где есть манипуляторы, актуары, какие-то сенсоры. У нас нет сенсоров, то есть это просто виртуальный робот, который занимается именно обработкой данных. Потому что, в принципе, ROS – очень модульная система, и на базе ROS можно строить любую обработку данных, обработку видео отлично строится, и все эти вещи. Точно так же, то есть брокер, он просто сохраняет данные, немножко их фильтрует и выставляет на маркет, аэровский маркет эти данные. После этого в случае страхового ДТП автомобиль передает данные в смарт-контракт, который страховой, для страховой компании. Страховая компания с помощью этого же смарт-контракта автоматически обращается к эксперту. Эксперт покупает данные на рынке через маркет Аиры и выносит заключение о страховом случае, и моментально может произведиться страховая выплата. То есть вот, в принципе, как работает эта система. Ну, тут есть слайды, там, ну, они, как бы, сейчас я не буду рассказывать о них, потому что слишком долго это все дело. То есть мы использовали веб-интерфейс и Метамаск для того самого. Ну, вот кто работал над этим проектом, это я. Саша Роман. Роман – это одесская фирма 462 Solutions. Они, в принципе, только первый год начали работать над этим проектом. Ну, в смысле, над блокчейном. До этого они занимались интернетом вещей. Ну, я их немножко так, как бы, больше просто на личных контактах уговорил в этот проект войти и помочь нам с разработкой. То есть им просто это было интересно, потому что это, как бы, больше такой обучающий проект. Поэтому они с удовольствием подключились. У них, во-первых, они проводят курсы по Ethereum разработке у себя в Одессе. И второй момент – это просто им было интересно, скажем так, как и мне. Ну, вот это Роман, Евгений, ну, Анатолий – это просто, как бы, тот проект. То есть, в принципе, на самом деле, проект родился на Хакатоне абсолютно так спонтанно, скажем так. И Сергею он очень понравился, поэтому, в принципе, это основная заслуга, что этот проект пошел – это заслуга его, потому что он его толкнул, и вот в таком оно продолжается. Круто за раз. Не зря прошли два месяца, я смотрю, по детальности схемы точно. Конечно, в принципе, не все сделали, что хотелось бы, еще довольно-таки далеко до того, что хотелось бы сделать, потому что, во-первых, ну, для меня Росс, я с Россом начал первые два месяца, как я познакомился, и, в принципе, наверное, все участники команды тоже. Второй момент – Aira. То есть Aira, они работают на системах больше двух лет, насколько, или сколько там. То есть система тоже довольно сложная, и, то есть мы, как бы, у нас основное время даже именно ушло на изучение работы этих двух систем и соединение их всех вместе. Еще тогда такой вопрос тебе, Тарас. Когда вы примерно планируете выложить? Правильно я понимаю, что все наработки вы выложите на GitHub? Я думаю, что они уже на GitHub. Что? Уже на GitHub должны быть. Хорошо. И все равно еще выкатили. Хорошо. Тогда еще такой вопрос. Как сейчас следить вообще за развитием проекта? То есть каким образом, где вы будете о нем информацию публиковать? Как мне вот самому, например, узнать о том, что у вас происходит, как вы тесты проводили, когда вы проводите, где можно будет посмотреть, на Medium или где-то еще? Ну, скорее всего, это тоже на GitHub будет сайт, в котором будет немножко информации. Ну, скорее всего, основная точка входа – это будет сайт на GitHub, потому что он еще в процессе разработки. Мы сейчас еще не все сделали, что хотели. То есть будет сайт под этот проект? Да, конечно, сайт под этот проект, хотя, опять же, весь веб-интерфейс, он будет не в сайтах, а в IPFS хранится и будет именно с IPFS. Ты имеешь в виду DAPP, ты имеешь в виду, да? Да, да, то есть у нас там интерфейс, который именно для пользования системой, ну, там интерфейс водителя, интерфейс какой-то. Ну, в принципе, чем незаметнее система, тем она удобнее, конечно, но, допустим, для создания страхового договора нужен какой-то интерфейс. Вот как раз. Хорошо. А давай тогда, Тарас, знаешь, как с тобой договоримся? Так как у нас есть блог на медиуме Аиры, да, когда у вас будет то, что можно было бы большой аудитории людей, которые сейчас вокруг Аиры что-то там читают, узнают, у вас будет возможность описать, будет запущен сайт. Давайте вы со своей стороны подготовите пост для медиума, да, где все ссылки укажете, где опишите, и предложите его для публикации в наш блог, мы его добавим, и тогда подписчики блога на медиуме смогут прочитать и детальнее познакомиться. Хорошо? Да, ну, я думаю, что где-то нам еще, ну, чтобы нормально причесать, это все где-то месяц еще уйдет. Хорошо, вас никто не торопит, это исследовательский проект, делайте в свое удовольствие, развлекайтесь, в общем. Ну, да, мы, в принципе, так и занимались. Спасибо. Спасибо. С точки зрения того, что показал Тарас с Аирой, мы разговаривали, что здесь есть еще интересная особенность, посвященная покупке данных, что у нас грядет два момента. Первый, мы обсуждаем с вами умные города. Умные города становятся умнее от того, что они все больше знают о нас. И когда происходит ДТП, если машина самостоятельно может выставить информацию о том, что произошел инцидент, то эти данные может приобрести не только страховая компания, но также может приобрести, например, центр по контролю светофоров в городе. То есть это система автоматизации, например, световой волны на примере экономического взаимодействия тех, кому это жизненно важно. Я хочу обратить ваше внимание на эти вещи, потому что в том ролике, который показывали, и, например, то, что я видел, IT&T, например, внимательно занимаются, там, в Майами делали умный город, насколько я помню, в Сан-Диего, есть у них целый там на ютубе плейлист про умные города и как они их датчики насыщают. Датчики там, получается, принадлежащие некой организации государственного формата или, ну, в общем, мэрии города. И получается, что неким образом это ложится на налогообложение, вообще на жителей города, вот сама инфраструктура. Но, по сути, технологии на базе блокчейна, позволяющие прямые экономические взаимоотношения страхового формата, могут быть как раз-таки одновременно приобретаемы с меньшими издержками умными городами. То есть, на примере страхового ДТП случая, это вопрос того, что мы выбираем. Каким образом мы финансы отправляем в умный город, мы хотим либо напичкать все датчики и сделать центр по контролю, либо мы посмотрим, что есть внутренние агенты, кому интересны данные, и эти же данные будем покупать. Тем самым их стоимость дешевле, использование системы дешевле, вроде как должно быть интересней. И второй момент. Я очень жду появления автопилотируемых машин на дорогах. И мне кажется, что абсолютно всем автоконцернам, которые будут заниматься автопилотируемыми машинами, будет очень интересная информация о случившихся ДТП с автопилотируемой машиной, условно, в следующую секунду после того, как она произошла. Потому что это будут целые инциденты для разбирательств, каждый случай ДТП с автопилотируемой машиной. Я думаю, вы об этом слышали. Еще пару слов добавлю. Тут получается, да, то есть более организованная система, она поглощает менее организованную. И вот как раз Этериумовский блокчейн, в принципе блокчейн все системы, но один из вариантов это Этериум, он как раз позволяет организовать очень хорошо взаимоотношения между различными участниками сети. И за счет этого он поглощает все остальные бизнес-процессы, которые менее слабо организованы. Так вот, хотел добавить, что у этого проекта, я надеюсь, что, наверное, на следующем хакатоне или что-то в этом духе, будет выход вот какой. То есть сейчас автомобиль продает данные. Но следующий выход это будет, когда с помощью смарт-контракта можно будет загрузить в бортовой компьютер автомобиля натренированную нейронную сеть, которая будет именно производить поиск по видео. И, по-моему, в сопоставлении с этим видео может найденные вещи продавать. То есть это будет как бы обратный такой процесс. То есть сейчас мы сделали прямой процесс, когда машина продает, а это обратный. То есть, ну, допустим, вы хотите кого-то найти в Казани, да, вы можете регион задать, и с помощью смарт-контракта автомобили, которые подключены к этой системе, начнут автоматически искать и получать за это вознаграждение. То есть вознаграждение будет реализовано не обязательно по жесткому соответствию, а чтобы доказать, что поиск происходил, то есть частичное сопоставление, и таким образом будет это все дело реализовано. Сейчас к нам прибегут правоохранительные органы и начнут интересоваться твоими контактами. Окей. Поехали дальше. Прошу рассказать Игоря о проекте Каста Дибота. Этот проект мне лично интересен с точки зрения того, что, ну, по факту мы на ваших футболках, на наших брошюрках есть в книжечке «Эволюция робота», который превращается в самоварящегося кофе-робота, да, и мне самому интересно, с какими задачами сталкивается любой проект, любая группа разработчиков, когда они, например, хотят предложить автономного экономически робота, который, ну, по сути, почему я не могу заплатить кофе-машине за кофе напрямую, зачем мне вот эта вся транзакция вокруг. И есть проект Каста Дибот, в нем много очень сложных вещей, и как раз-таки об этих сложностях я бы хотел послушать Игоря и рассказать, что вы там делаете. Да, еще раз всем здравствуйте, меня зовут Игорь, и я являюсь сотрудником университета Дейтмо, и сегодня я представляю команду разработчиков Каста Дибот для проекта Голдминт. По факту это получается некое такое умное веннинговое золотохранилище, которое работает на блокчейне. Каста Дибот по факту, да, это устройство для проверки и оценки золота, то есть это будет некий такой веннинговый аппарат, куда человек будет помещать золотое изделие, будет осуществляться его оценка, да, и в дальнейшем выдача залоговых средств. Каста Дибот, да, как уже сказал, работает на блокчейне. Собственно, составные элементы Каста Дибот. Получается, что для того, чтобы осуществить оценку золотого изделия, необходимо первое, это определить его вес и оценить его пробу. Дальше, собственно, используются, конечно же, персональные компьютеры, мы используем на Linux, и, собственно, в Каста Дибот должна быть разработана система перемещения. Получается, что у нас стала задача проверить, возможно ли все это сделать, и как это все будет работать. Для нашего MVP мы, собственно, взяли довольно-таки самые простые ювелирные весы, спектрометра вот такого класса, ну и, соответственно, обычные персональные компьютеры, которые нашли у нас в университете. Первый тест. Я попрошу включить видео Александра. Так, если искать предложение, оно закрывает фигурации с файл, подключается в фартамт и ожидает информации о устройстве. Кроме, на цепочке фересы. И, например, кино, прокан. После этого, в карте ожидают, прокан ожидают информации о профиле изделия. Так. Получается, проба изделия. Проба пределена. После этого требуется сообщить об этом программе. Программа получает пробу золота по устройству, и на основе полуция центрального банка по стоимости грамм золота она подъедает конечную цену идеи. Так, но это было по факту, как мы это сделали руками. Первая, собственно, автоматизация сделана с помощью наших коллег из команды студенческого конструкторского бюро университета ИТМО, где робот Кука осуществляет перемещение золотого кольца в данном случае и осуществляет оценку его с помощью спектрометра. Он ждет, пока измерится, правильно? Не-не-не, он сейчас весы, 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 на весы надо смотреть. Он вес сейчас определил. Сейчас он переместит это все к спектрометру и определит его пробу. Второй манипулятор держит спектрометр. А, ништяк. Ну, вот как-то первый тест автоматизации выглядит именно так. Это круто. Да, спасибо нашим, собственно, коллегам. Я думаю, что, ребята, поднимитесь, вас должны увидеть. Вот здесь вот сидят. Спасибо им большое. Молодые наши специалисты. Так, дальше. Презентацию, пожалуйста. А дальше ленинговая машина сработала. Дальше сейчас. Извините. Тут первые тесты, автоматизация. Собственно, а что дальше-то? Нам нужно сделать по факту вот такой вот аппарат. Ну, получается, что это, конечно же, рендер, но я думаю, что сложно будет его, конечно, сделать. Он немножко будет видоизменяться по причине того, что у нас есть ряд проблем. А основные проблемы, это, собственно, нужно при разработке вендингового аппарата решить вот эти вот задачи, которые перед нами сейчас стоят. А именно, то есть, как вообще осуществить процесс, который будет, когда человек, который хочет оставить свое золотое изделие, поместить его в аппарат. Вот как это сделать? Получается, что мы должны его безопасно взять, то есть без каких-то там воздействий, чтобы его там не поцарапать, никакие-то химические воздействия на него не были. Дальше, собственно, как грамотно переместить это изделие на весы и спектрометр. То есть, с помощью предыдущего видео, там было видно, что мы его взяли, так вот переместили, оценили. А как это будет работать в вендинговом аппарате, пока непонятно для нас. Вот, тоже вопрос. Дальше, какое количество ячеек для хранения будет в вендинговом аппарате? Какое количество максимального изделия он будет хранить? 10, 20, 50, это тоже нужно подумать. Да, и, собственно, а как дальше мы будем изымать из какой-то конкретной ячейки именно то изделие, которое он оставил? Вот, собственно, вот эти вот вопросы у нас сейчас стоят. И это такой краткий экскурс, что мы сделали за полтора месяца нашей работы. Спасибо. Игорь, я парочку тогда вопросов хотел бы тебе задать. Правильно ли я понимаю, что пример с custody bot это довольно-таки, наверное, закономерный… Вот все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, скорее всего, наверное, закономерны для любой практически автоматизированной вендинговой машины, которая может работать с разным типом продуктов, индукции, которая ей может быть подана. Правильно я понимаю? Да, 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 абсолютно верно. То есть, если разделить на шаги, то мы получаем некую ситуацию, что у нас есть всегда задача определить, как забрать, задача, как идентифицировать то, что нам отдали, как это перемещать внутри. И, как я понял, что это довольно-таки задача выглядит в определенной степени даже сложнее, чем в некоторых случаях анализ произвести, как я понимаю. Ну, анализ, на самом деле, это тоже одна из сложных задач. Ну, например, пока неизвестно, как решать задачу с позолочными изделиями. Вот пока непонятно. Планируется, на самом деле, что это будет осуществляться с помощью метода гидростратического возрешения. Да, да, да. Ну, а вот как это все будет в дальнейшем, пока, собственно, остается вопросом. И получается, что, скорее всего, процесс, например, хранения именно, он будет требовать еще на обратном контуре, то есть на возврате снова замеров, чтобы произвести, быть уверенным, что ты отдал то, что ты принял. Да, и, соответственно, мы будем сравнивать то, что было отдано, получается, и то, что мы возвращаем. То есть, соответственно, будет сравниваться лог-файл, то, что было на входе, и лог-файл, то, что на выходе. То есть вот как-то так. Понял тебя. Спасибо. Спасибо. И у нас остался еще вопрос, который я хотел задать Саше Крупенькину. Саш, расскажи, пожалуйста, что мы напридумывали относительно продажи данных сенсоров о принципиальном изменении позиции, про невозможность доказательства нахождения, и про то, как ребята могут все-таки вот прям вот в ближайшее время, не только ребята из Минска, все-таки продать нам данные. Доброе утро, коллеги. Где-то три недели назад мы были в Минске на Митапе, где объявили о том, что в рамках программы поддержки сообщества мы готовы покупать данные на рынке, которые будет поставлять АИРа. И вот эти три недели мы думали о том, как все-таки мы эти данные будем валидировать, потому что совершенно непонятно, как подтвердить то, что эти данные опубликовал робот в этом месте, и как проверить их валидность. Пришли к выводу, что никаким образом мы это подтвердить не сможем. Системы, которые занимаются экспертной оценкой, очень дорогие и сложные. А можно пойти по следующей модели. Умным городам интересны данные не датчиков, им интересны их жители. Умные города готовы покупать информацию о своих жителях. Поэтому персонифицированные данные были бы очень интересны. Мы пришли к модели о том, что любой желающий, который готов продавать данные со своих сенсоров, например, с погодной станции или со счетчика Гейгера, который у него находится в квартире, будет публиковать твит с указанием Ezerium адреса, который завязан на его робота, и хэштегом AeroMarket. Поэтому, если вы хотите, чтобы, когда будет анонс в группе о запуске рынка сенсоров Aero в официальной сети Ezerium, вы можете запустить своего робота и опубликовать твит или в социальной сети с соответствующим хэштегом и указанием адреса своего бота. Также за эти три недели мы заметили, что у многих возникли проблемы с запуском Aero. У нас была сформирована команда системных инженеров, DevOps. В Петербурге это Вадим. Вадим, встань, пожалуйста. В Тольятти это Павел. Павел, мы тебя не видим. Страна должна знать своих героев. К этим ребятам можно обращаться в любое время. Сразу же, если у вас возникнут проблемы, но после чтения документации. Спасибо. Итак, вас уже, ребята, всех поблагодарили. Спасибо, что рассказали. Теперь вы знакомы с этими людьми, знакомы с их проектами. Подходите, задавайте вопросы, кому что интересно, обменивайтесь контактами. И я буду очень просить всех, кто использует Aero, рассказывать. Ребята, давайте публикуйте информацию где-то в пабликах, присылайте нашим сотрудницам, кто занимается поддержкой сообщества. И мы будем это дальше транслировать, рассказывать и помогать вам, чтобы у вас появлялись пользователи, кто просто хотят эти технологии попробовать. Спасибо, что вы уделили свое время. И продолжим тогда уже дальше, наверное, на кофе на обеде. Продолжение следует...